В региональном информационно-аналитическом центре прошла пресс-конференция на тему финансовое мошенничество. Начальник отдела по борьбе с IT преступлениями главного управления МВД России по Волгоградской области Максим Ананьев озвучил неутешительную статистику. За три месяца у нас также динамика повысилась данного вида преступлений на 11,2%. Материальный ущерб уже на сегодня по трем месяцам мы оцениваем как почти полмиллиарда рублей, это 444 миллиона, из которых возмещено, к сожалению, на сегодняшний день это только 19 миллионов или 4,3%. Каждое третье преступление совершается с использованием IT-технологий. Больше половины таких преступлений у нас относятся к категории тяжких, о чем это говорит. То есть ущерб, причиненный конкретному гражданину, составляет где-то свыше 250 тысяч и свыше миллиона рублей. В пресс-конференции также принял участие представитель отделения Банка России Роман Рахматуллин, который выделил социальные группы, чаще всего подверженные действиям аферистов. К сожалению, большая половина, а это 66%, жертвами кибермошенничества являются представители прекрасного пола в возрасте от 25 до 44 лет, которые имеют средне-специальное образование и проживают в городе. А мужчины, в этой совокупности респондентов, которые отвечали на вопросы, их доля составляет 33%. Участники пресс-конференции ещё раз напомнили, что нельзя доверять сомнительным звонкам. Сотрудники банка никогда не будут спрашивать по телефону реквизиты и пароли. Безопасных счетов не существует. Будьте бдительны и распространяйте эту информацию среди родных и знакомых. Анжела Умбетова при поддержке Пресс-службы Главного управления МВД России по Волгоградской области. Телеканал «Волгоград-1».